Едем мы в Суджанский район с Ахматовцами из подразделения ППЛА. Заезжаем на позицию. Заезд на позицию от самого пути приключения. Пыль столбом. Машина трясется. Кукуруза раскачивается, Баба-Яга по близости где-то летает. Но ничего, доберемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое сложное, я думаю, главное не раскрыть себя, свою позицию, чтобы враг не обнаружил позицию, чтобы не было потерь в личном составе. Остальное как бы... Работа есть как у всех. Работа, есть работа. В Донбассе, кстати, они днем не использовали Бабу-Ягу. А почему? Большой дрон, ликвоза медит, шумный. И такая цель хорошая. А здесь, видимо, ну вот опять подтверждает, что не жалеет ей никаких ресурсов. Вот она, запищала. Пищит, да? Да. Что показывается? Где-то дрон рядышком летает. Тип дроны не указан? Нет. Там по частотам там. Стой, 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 стой. Давай. За мной, быстрее. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Газу, газу. Осколки, аккуратнее. Здесь осколков. Симба, что за ситуацией, расскажи. Да, накрыли их, получается, позицию. Сейчас по ним работают. Это пивишки, а льда. Все, отстаньте. Окошко открывай. Стрелки столкай. Рыб, работает? Нет, видно, нет. Видно чего-нибудь? Видно. Кукуруза. Ох, ох. Тут после каждой поездки надо машину ремонтировать, да? Да, да. К сожалению, в этот раз заброска наша оказалась с неудачной. Пришли на позицию, а там сейчас прямо обстреливают эту позицию. Обстреливают градами, дронами. В общем, там сейчас все дымится, все осколки на дорогах, какие-то бревна валяются. В общем, ситуация сложная. Для работы подразделения в пиве, она прямо сейчас не подходит. Придется сейчас откатиться, выбрать другую позицию. Ну и парни сейчас будут решать, что делать и откуда работать. Кащей, ну расскажи, что мы, зря съездили, что ли? Нет, выезд был не напрасный. Не получилось днем полноценно зайти на позицию. Выждем время сейчас. По черному, в темное время суток, обязательно туда зайдем. То есть это, получается, был не неудачный выезд. Просто немножко враг нам не дал завершить наше начатое дело, но мы обязательно его завершим сегодня ночью. А вы провели разведку такую, да? Да, можно сказать, что разведку. Знаем теперь, что днем у них висят птицы, что просматривают эту дорогу. Возможно, по карте сейчас найдем какие-нибудь обходные пути. Будем все равно в любом случае закатываться. То есть это не провал никакой. Парней не испугать? Нет, конечно, рабочий момент, работа творческая. Так бывает. Хорошо. Ну, то есть сейчас продолжите? Да, обязательно. Просто надо выждать время, и все, так бывает. Ничего страшного в этом нет. Работа будет продолжаться. Мы только приехали, сейчас размещаемся, располагаемся, ну и уже ребята выдвинулись на позиции, уже там находятся, уже выискивают цели, уже много целей выявлено, все передали артиллеристам, вошли в взаимодействие с союзными войсками, с Министерством обороны, передали цели, ребята отрабатывают цели, все очень как бы шикарно. Какие первые впечатления от работы на Курском направлении? Есть ли отличия от работы, допустим, под Бахмутом, там, или где вы работали, да? Леса и зелень красиво здесь. Там были больше поля такой, и разруха, деревня все разбитая, то, что много сгоревшей техники, много всего. А здесь как-то более красивее, что ли, глаз радуется зелени. Люди здесь встречают нас прям радостно, то, что мы приехали для защиты их. Самое основное то, что враг проник на нашу территорию. Его нужно искоренять, уничтожать прям полностью, чтобы не было повадно никому, ни другим странам, что наша страна допустила такое. Мы всех выбьем, мы всех победим, изгоним сатанистов с нашей земли. Все будет, все будет гуд. На твой взгляд, сколько еще понадобится времени, чтобы выбить отсюда противника с Курской земли, а может быть и вовсе? Аптья Ароныч говорит, что 2-3 месяца, ну, если там Бог даст. Как ты думаешь, справимся до 2-3 месяца? Я считаю, что Аптья Ароныч говорит верную информацию. Мы все это видим сами на линии боевого столкновения. Мы постоянно находимся там, выезжаем, приезжаем, как бы работаем. Я думаю, что за эти месяца мы все справимся. И сейчас захлебнется их атака и все остальное. Соперник будет, противник наш будет уничтожен полностью. Вот если сравнивать пилотов вот этой малой авиации, беспилотной, да, операторов, да, правильнее, операторов украинских и наших, а кто лучше вообще? В чем, может быть, какое-то отличие есть? Ну, вот знаете, как я уже год практически, как являюсь командиром подразделения данного, БПЛА именно своего отряда, вот я хочу сказать, что вначале они нас опережали на один-два шага вперед они шли. Сейчас мы их догнали, мы их обогнали, мы сейчас идем, если не вровень, то мы идем впереди них и в авиации в нашей, в малой авиации, скажем так, и во всем остальном. Нет у вас умельцев или, может быть, вам присылают какие-нибудь дроны, которые не китайского происхождения, а вот такие доморощенные самоделия? Есть у нас и наши российские уже разработки, мы тестируем, практикуем. Ударные дроны наши российские сейчас идут, очень хорошо идут, достойные дроны, несут хороший вес, летят очень далеко, проходят систему рэбов и всего остального с достоинством. Получили мы новые птички, будем работать на них. Сейчас много жалоб на то, что украинские дроны летают на очень низких частотах, которые наши, ну, какие-то обычные, стандартные рэб не берут. Вот как с этим быть и на каких частотах? Вы летаете на таких же частотах? То есть и украинские рэб не берут ваши дроны? Или пока что вот... Ну, тут у нас как идет, как гонка. Можно с частотами играться и вверх, и вниз. Наши ребята, как говорится, получаем. Мы, если дроны сбили противника, мы это все анализируем, все просматриваем, передаем нашим специалистам. Они смотрят, какие частоты, что лучше, меняют все равно. Есть наши рэбы, которые действительно гасят все, не только стандартные частоты, но и нестандартные частоты гасят, есть, работают. Вчера мы такой получили, рэб тоже установили на автомобиль. Все работает.